Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. 15 апреля 1943 года была утверждена директива номер 6, в которой конкретизировались задачи войск наступательной операции «Цитадель». Исходя из выгодного расположения немецких войск в районе Курской дуги, директивой предписывалось двумя ударами по основанию выступа с севера из района южнее Орла и с юга из района Белгорода окружить и уничтожить советские войска, находящиеся в районе Курска. Немецкое командование придавало этой операции особое значение и планировало в случае успеха развить наступление в юго-восточном направлении. Для осуществления операции «Цитадель» были привлечены лучшие войска вермахта и наиболее опытные генералы. В составе ударных группировок насчитывалось 50 дивизий. Из них 16 танковых и моторизованных, а также большое количество частей, входивших в 9-ю и 2-ю армии группы армий «Центр», командующие генерал-фельдмаршал фон Клюге, 4-ю танковую армию и оперативную группу «Кемпф» группы армий «Юг», командующие генерал-фельдмаршал фон Манштейн. В целом группировка включала около 70% всех танковых, до 30% моторизованных дивизий и свыше 65% всех боевых самолетов, действовавших на Советско-Германском фронте. На флангах ударных группировок боевые действия вели еще около 20 дивизий. Сухопутные силы поддерживались авиацией 4-го и 6-го воздушных флотов. Всего в составе войск противника на этом направлении насчитывалось свыше 900 тысяч человек, около 10 тысяч орудий и минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий и около 2050 самолетов. Большие надежды немецкое командование возлагало на массированные применения новой боевой техники, танков «Тигр» и «Пантера», штурмовых орудий «Фердинанд», имевших мощные 88-мм орудия, а также новых самолетов, истребителей «Фокке-Вульф-190А», штурмовиков «Хеншель-129» и противотанкового варианта бомбардировщика «Юнкерс-87», вооруженного подвесными 37-мм пушками. Советское командование возложило задачу по отражению наступления противника со стороны Орла на войска Центрального фронта, командующие генерал армии Рокоссовский, а из района Белгорода на Воронежский фронт, командующий генерал армии Ватутин. Практически впервые основной упор делался на оборону. Противника предполагалось измотать и обескровить в боях на заблаговременно подготовленных и глубоко эшелонированных позициях, после чего перейти в контрнаступление на Орловском и Белгородско-Харьковском направлениях. Разгром Орловской группировки противника возлагался на войска правого крыла Центрального, Брянского, командующий генерал-полковник Попов, и левого крыла Западного фронта, командующий генерал-полковник Соколовский. Наступательную операцию на Белгородско-Харьковском направлении предстояло осуществить силами Воронежского и Степного фронтов, командующий генерал-полковник Конев, во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта, командующие генерал армии Малиновский. К началу июля в составе Центрального и Воронежского фронтов насчитывалось 1,336,000 человек, свыше 19,000 орудий и минометов, более 2,500 средних и тяжелых, а также свыше 900 легких танков и 2,172 самолета. В тылу Курского выступа был развернут Степной фронт, являвшийся стратегическим резервом Ставки, в составе пяти общевойсковых, одной танковой и одной воздушной армии, а также трех танковых, трех механизированных, трех кавалерийских и одного стрелкового корпусов. В его задачу входило предотвратить глубокий прорыв противника со стороны Орла и Белгорода, а при переходе в контрнаступление наращивать силу удара из глубины. Немецкое командование готовилось к операции «Цитадель» с особой тщательностью. Подготовка продолжалась почти четыре месяца, с тем, чтобы в войска поступило достаточное количество новой техники. Масштабные военные действия не велись. Направление удара было очевидным, и советские войска постарались воспользоваться наступившей паузой и приготовиться к отражению немецкого наступления с не меньшей тщательностью. Практически единственный раз за всю войну советская армия строила столь мощные, многократно эшелонированные оборонительные сооружения. Оборонительная система состояла из восьми полос и рубежей глубиной до трехсот километров. Каждая армия первого эшелона построила три полосы обороны, которые на вероятных направлениях главных ударов противника были заняты войсками. Помимо этого, центральные Воронежские фронты возвели три фронтовых оборонительных рубежа. Собственный оборонительный рубеж имелся у степного военного округа, фронта, а по левому берегу Дона был построен стратегический рубеж обороны. Глубина тактической зоны обороны впервые за время войны достигала 15-20 километров при наличии развитой сети траншей и ходов сообщений. До глубины 35 километров была построена противотанковая оборона, основу которой составляли опорные пункты и противотанковые районы. Широко применялось минирование танкоопасных направлений. Предусматривался маневр артиллерийских противотанковых резервов и подвижных отрядов заграждений. Строительство оборонительных рубежей велось силами населения при фронтовых районах Курской, Орловской, Воронежской и Харьковской областей. Для организации противовоздушной обороны привлекались все средства фронтов и значительные силы войск ПВО страны. Советскому командованию чуть ли не впервые удалось добиться численного превосходства над противником практически по всем показателям. Впервые немецкое наступление не только не было неожиданным, но его даже ждали с нетерпением. Точная дата наступления также была известна. Начало наступления было запланировано на 3 часа утра 5 июля 1943 года, однако в результате проведенной советскими войсками артиллерийской контрподготовки войска группы армий «Центр» начали наступать в 5 часов 30 минут, а войска группы армий «Юг» в 6 часов утра. На Орловско-Курском направлении противник ценой больших потерь прорвал главную оборонительную полосу на Ольховасском направлении и вклинился на 6-8 километров. Вспомогательный удар немцев на Малоархангельск не имел успеха. Отбивая контратаки советских войск, противник медленно продвигался вперед, но к исходу 9 июля был остановлен, его наступательный порыв полностью истощился, и он перешел к обороне. За 7 дней немецкие войска вклинились в оборону частей фронта на 10-12 километров. Окружить советские соединения на четвертый день сражения, как это намечалось планом операции «Цитадель», немецкому командованию не удалось. 9 июля немецкое командование приняло решение перебросить в район Курска еще несколько дивизий и добиться перелома в ходе битвы. Манштейн решил направить удар 4-й танковой армии в район Прохоровки, чтобы здесь отразить предполагаемый советский контрудар и затем повернуть Курску. На этом направлении были сосредоточены основные силы группировки противника. В этот напряженный момент сражения Ставка Верховного Головнокомандования приказала командующему Степным фронтом выдвинуть на Курско-Белорусское направление 4-ю гвардейскую, 27-ю и 53-ю армии. 5-я гвардейская танковая и 5-я гвардейская армии, которыми командовали генералы Ротмистров и Жадов, были переданы Воронежскому фронту. 10 июля союзные войска высадились в Сицилии, что несомненно ухудшило стратегические позиции Германии. Однако высадка союзников не оказала заметного влияния на ход сражения под Курском. 10 июля, когда в Ставке Вермахта стало известно об этом, последовал приказ Гитлера. Операция «Цитадель» будет продолжаться. На Курском направлении продолжались ожесточенные сражения. 10 и 11 июля соединения 4-й танковой армии и оперативной группы Кэмпф предприняли наступление в направлении Прохоровки. 12 и 13 июля в районе Прохоровки проходили тяжелые бои с большим количеством танков с обеих сторон. 5-я танковая армия генерала Ротмистрова понесла тяжелейшие потери. Однако немецкие танковые группировки дальше продвинуться не смогли. 12 июля стало днем крушения немецкого наступления на Курск с юга. Попытки немецких войск продолжать наступление носили локальный характер, их наступательный порыв иссяк. В этот же день войска Западного и Брянского фронтов нанесли удар на Орловском направлении и достигли значительных успехов. Немецкое командование было вынуждено отвезти войска с северного фаса Курской дуги и бросить их на отражение советского удара. 19 июля командование вермахта пришло к окончательному выводу, что продолжение операции цитадель невозможно. В ходе последовавшего советского контрнаступления противник был отброшен на исходные позиции. 5 августа советские войска освободили Орел. Развивая контрнаступление, 23 августа войска Степного фронта при содействии войск Воронежского и Юго-Западного фронтов освободили Харьков, а затем полностью ликвидировали Орловский и Харьковские выступы. Курская битва завершилась. Она оказала огромное воздействие на дальнейший ход Второй мировой войны. В результате разгрома значительных сил вермахта и переброски все новых соединений на советско-германский фронт создались благоприятные условия для высадки англо-американских войск в Италии и их продвижение до ее центральных районов. В результате победы под Курском и выхода советских войск к Днепру завершился коренной перелом не только в Великой Отечественной войне, но и во всей Второй мировой войне в пользу стран антигитлеровской коалиции. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством покидышев и сыновья. Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.